Многие люди, решая переехать в Турцию, мучаются с выбором между двумя городами, Стамбул или Анталия, и никак не могут определиться, где им лучше жить, где купить квартиру. Вроде нравится Истамбул, но в Анталии это всегда тепло. Сегодня мы попробуем тебе помочь с этим, рассказав, какие плюсы дает Стамбул, а какие Анталия. А ты уже сможешь выбрать, исходя из своих целей. Ты на канале Turkey Space, меня зовут Владимир. Я Олеся. Погнали разберемся. Для начала, выбирая город для проживания, иностранец в первую очередь должен ориентироваться на то, чтобы в доступности было в наличии консульство его страны, так как в какой-то момент встанет необходима замена за кран паспорта, консульская легализация каких-либо документов, на которые не поставили апостиль в родной стране. Ну, не лететь же в свою страну для решения таких вопросов. В Стамбуле и в Анталии есть консульство РФ, Украины, Белоруссии и множество других стран. Следующий – это вопрос квартиры. Выбор квартир в аренду, а также для покупки, в Стамбуле выше и разнообразнее. Ввиду высокой конкуренции между застройщиками и помимо частного сектора, преобладают квартирные комплексы. На рынке предложений больше, чем потенциальных покупателей и арендаторов. Поэтому застройщики и владельцы квартир изначально снижают цены. В Анталии же, напротив, приложений не так много, а спрос высокий. На рынке преобладают частные виллы, а квартирных комплексов, по сравнению с Стамбулом, гораздо меньше. Отсюда и ценник выше. Плюс явление туризма увеличивает стоимость жилья. Следующий пункт, на который стоит обратить внимание – это работа и зарплата. С рабочими местами и уровнем зарплаты в Стамбуле ситуация значительно лучше, так как именно здесь сконцентрированы все политические и бизнес-процессы, а также все основное производство страны. Поэтому, если нет удаленной работы, уже приносящей доход, найти работу в Стамбуле будет гораздо проще. В Анталии же рабочих мест изначально значительно меньше, а большинство предложений связано именно с туризмом и поэтому имеют сезонность. Но если цель покупки недвижимости в целях инвестиций, а не постоянного проживания, то купив квартиру в Анталии, сдавать ее будет значительно выгоднее, так как она там значительно дороже. Третий пункт, на который следует обращать внимание – это ценник на продукты и остальное. В Стамбуле ценник ниже, особенно на ферменских рынках – полтора-два раза на большую часть продуктов. Связано это тоже с тем, что таких рынков здесь гораздо больше, а значит и конкуренция выше. А в Анталии, помимо перечисленного факта, ценовая политика строится в соответствии с большим количеством туристов, которые не сильно разборчивы в ценах на продукты и приехали отдыхать, а не считать разницу цен между городами. Шопинг. Для любителей шопинга и тех, кто разбалован выбором и ассортиментом товара, подойдет именно Стамбул, так как именно здесь концентрирован центр всего шопинга и найдутся все на свете бренды. И именно отсюда торговцы везут товар в остальные города, а также и в Анталию, что сужает ассортимент товара в других городах. И, соответственно, цена на разные товары, например, в Анталии зачастую будет выше, чем в Стамбуле. Кстати, вот здесь плейлист про шопинг наш посмотрите. Пятый фактор – это погода. Для желающих вечного лета подойдет Анталия, а тех, кому важна сезонность погоды с умеренно жарким летом, теплыми весной и осенью и прохладной зимой, подойдет Стамбул, где помимо летней одежды можно поносить и курточки, и ботиночки. Из-за особенностей климата в Анталии далеко не везде также имеется отопление. Имея это в виду. Очередной фактор – это ритм жизни. Для любителей тихой размеренной жизни дорога лежит в Анталию, а вот в Стамбуле, наоборот, шумно и наполнено жизнью. Седьмой пункт – это времяпропровождение. В Анталии все сконцентрировано вокруг морского и пляжного отдыха, а значит, намного больше баров, ресторанов, дискотек, в том числе и ночных тусовок. В Стамбуле же, помимо барного и ресторанного отдыха, много исторических достопримечательностей, по которым можно бродить днями напролет. Следующий фактор – это культура. Для тех, кто хочет максимально погрузиться в местную культуру и впитать местный менталитет, побыстрее выучить турецкий язык, выбор очевиден в пользу Стамбула. Так как здесь большую часть города составляет именно местное население, и нет таких мест, где большая концентрация иностранцев с одной страны. Они равномерно распределены по всем районам большого города, и взаимодействие во всех точках происходит именно на турецком. В Анталии же наоборот. Огромные диаспоры иностранцев, которые формируют даже свои сообщества и вращаются в них. Если ты из России и не желаешь сильно погружаться в местную культуру и учить турецкий язык, то годами можешь жить в Анталии и комфортно себя чувствовать, так как всюду русская речь и русские вывески. Девятый фактор – это кухня. Для тех, кому не по нраву турецкая кухня, или не хочется жертвовать привычными вкусами, то стоит выбрать Анталию, так как там множество заведений с русской, украинской и европейской кухнями. А в магазинах нетрудно найти отделы с такими же продуктами. И даже вопрос покупки свинины не встанет проблемой. Например, в сети магазинов КРФО есть отдел со свининой, где висит объявление «Осторожно, свинина!». В Стамбуле же нужно сильно постараться, чтобы найти продукты не местной кухни, а особенно свинины. Да, у нас так и не получилось найти ее пока что. Ну, у нас есть еще один магазинчик, в который мы не доехали. На Примитии. Может быть там. Следующий фактор – контрасты. Для любителей поразить свой взор контрастами жизни заказана дорога именно в Стамбул, так как здесь огромное множество районов, и большинство из них отличается внешним видом, уровнем жизни и местными. Хочешь тебе и Азия с малоэтажными домами, перемежающиеся с частными домиками? А хочешь Европа с домами в европейском стиле и современными жилыми комплексами? Хочешь поглазеть на гетто с афроамериканцами, арабами или цыганами? Пожалуйста. А хочешь погулять между фешемебельными коттеджами с рядами дорогущих авто? Милости просим. Помнишь, как мы забрели? Это гетто афроамериканское с матушкой. Это ужас. Матушка, а скорее пойдем отсюда, скорее пойдем отсюда. Это ужас. Там еще и пакистанское гетто. Кстати, напишите в комментариях, хотите, чтобы мы сняли для вас это афроамериканское гетто? Вот здесь в комментариях. Раз уж ты там, то сразу поставил лайк и можешь подписаться. Если брать в расчет такие факторы, как безопасность, уровень медицины и образования, то они хорошо развиты в обоих городах. Русскоязычные школы и детские сады присутствуют в обоих городах, как в Стамбуле, так и в Анталии. Итак, вывод из всего вышесказанного. Если твоя цель – инвестиция с дальнейшим получением прибыли от сдачи квартиры в аренду и периодами наездов понежиться на пляже, потусить в ночных заведениях, питаться привычной кухней и лишь иногда попробовать что-нибудь эдакое из местной пищи, а также не напрягаться с языковым барьером, то выбираем талию. Если ты имеешь удаленный доход, не сильно ужат в деньгах и хочется просто жить в кайф, как на картинках модных журналов под вечным солнцем, морем, песочным пляжем под боком, при этом не отрываясь от собственной культуры, не особо взаимодействовать с местным населением и их культурой и не жаждешь побыстрее выучить турецкий, то тебе тоже путь в Анталию. Если же ты рассматриваешь полную перезагрузку своей жизни с погружением в культуру, отличную от твоей, с быстрым изучением турецкого языка, имея удаленную работу, или с планами на трудоустройство внутри страны и у тебя ужатый бюджет, то дорога тебе именно в Стамбул. Другой вариант. Если тебе до 30 лет, ты рассматриваешь вариант сезонной работы в сфере туризма и просто хочешь жить в постоянном лете, то тебе опять же подойдет Анталия. Либо же вы семейная пара пенсионеров, ищущие спокойной и тихой жизни у моря без роскоши, не напрягаясь с погружением в местную культуру, и у вас стабильная пенсия на двоих в размере примерно 50 тысяч рублей, то вам также путь в Анталию. Либо же вы семейная пенсионная пара с пенсией на двоих даже в 35 тысяч рублей, но желающих окунуться в новую для вас культуру, готовы работать над собой и заняться постижением турецкого языка, при этом ведете аскетичный образ жизни, то есть без ежемесячных покупок одежды, дорогих товаров, а лишь основного для комфортной и здоровой жизнедеятельности с культурным времяпрепровождением, то путь вам в Стамбул. Если же вы семья с ребенком, то здесь приходится исходить из общего бюджета. В Анталии жизнь будет подороже, чем в Стамбуле, но ребенку комфортно и безопасно будет в обоих городах. Однако в Стамбуле условия для всестороннего развития ребенка на русском языке лучше, так как предложений больше из-за размера города. И еще один плюс в пользу Стамбула для ребенка – это погружение в среду у него здесь пройдет быстрее, чем в Анталии, так как взаимодействие с турецкими детьми будет неизбежно. А, как известно, дети как губки впитывают другой язык и другую культуру, именно вместе играя в одной песочнице. Ну вот, мы попытались разложить подробно особенности жизни в этих городах и в каких конкретно случаях подойдет тот или другой город. Теперь определяйся с целями и делай выбор. А еще не забывай подписываться на наш канал. Если что-то непонятно, пиши комментарий, мы на все ответим. Всем пока! До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok